Уже полгода цена биткоина торгуется около предыдущего исторического пика и нарисовала что-то похожее на бычий флаг, из которого в теории цена должна вырываться вверх. Эта фигура формируется в преддверии снижения процентной ставки ФРС США в 2 часа дня по восточному времени и начало цикла количественного смягчения. Люди спорят о краткосрочных перспективах рынка после снижения ставки и о том, в каком именно месяце мы достигнем дна – в сентябре или в октябре. Некоторые зациклены на том, кто именно победит на выборах президента США и говорят, что победа Трампа – это хорошо, а победа Харрис – это плохо для биткоина. Однако и тот и тот кандидат в принципе приводит к победе биткоина, потому что победа Трампа – это немедленный положительный эффект для рынка, а победа Харрис – это ослабление доллара в среднесрочной перспективе, из-за чего биткоин будет расти. Но самое страшное – это страх рецессии. Люди говорят, что Федеральная резервная система США снижает ставки, потому что мы входим в рецессию, что экономика окончательно сломалась. И самые свежие примеры этого – 2001 год и 2008. Как только ФРС США начинало снижение ставки, это означало, что для рынка все было кончено. По крайней мере, так говорят некоторые аналитики. Но в этом видео я покажу вам, на что действительно нужно обратить свое внимание в этом информационном шуме. Это заставит вас посмотреть на вещи по-другому и увидеть возможности там, где остальные видят только страх и панику. Прежде чем мы начнем, не забудьте передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коэн. Передали? Большое спасибо за поддержку. Наверное, это будет длинное видео, так что я оставлю тайм-коды в описании. Причины снижения процентной ставки ФРС США. Исторические примеры в рецессионные периоды. Начнем с причин снижения процентной ставки ФРС США. Я выделил 4 основных причины. Поговорим о первых двух. Ожидание рецессии. Это одна из самых негативных причин. И вторая. Огромное расхождение между процентной ставкой ФРС и ставками на рынке облигаций. Разберем рецессионные примеры из истории. Этот график показывает нам ожидание рынка от ФРС США. Точнее, от того, что она сделает с процентными ставками на протяжении следующего года. И мы видим, что сейчас рынок ожидает, что ФРС США снизит процентную ставку на 1% в следующем году. Таких ожиданий, как мы видим, никогда с 1962 года не было. С тех пор мы видели лишь пять раз, когда рынок ожидал снижения на 0,3% в январе 1974, декабре 1980, октябре 2000 и феврале 2020. Но март 2023 года был исключением из этих сигналов. Запомните эту дату, мы еще к ней вернемся. Если наложить на график ожиданий график S&P 500, то мы увидим, что в эти моменты рынок резко падал. На 40%, 30%, 40% и 20%. Почему эти сигналы так хорошо отыгрывали? Если мы наложим график процентной ставки ФРС США на эти сигналы, то увидим, что после них ФРС действительно радикально снижала ставки на протяжении следующего года в ответ на ослабление экономики. На самом деле, такими сигналами можно считать абсолютно все, что находится ниже этой белой линии. Что объединяет эти моменты? Они происходили перед еще не объявленной рецессией, которая обозначена здесь серыми столбиками. Дело в том, что когда официальные лица объявляют о наступлении рецессии, она обычно уже подходит к концу. Так, например, в 2008 году они объявили о начале рецессии вот здесь, когда все падение рынка уже было отыграно. А значит, те, кто тогда испугался официального объявления рецессии и продал все, на самом деле продал на дне рынка и пропустил весь этот рост. Так что если и на этот раз ФРС США внезапно объявит о рецессии, это будет значить, что мы уже ее прошли и рынок уже достиг своего дна. Причины снижения процентной ставки ФРС США. О чем говорит рынок облигаций США. Я обнаружил еще более интересные сигналы на примерах недавних рецессий в 2001 и 2008. Начало 2000-х годов сопровождалось лопнувшим пузырем даткомов вот здесь, а 2008 год сопровождался глобальным финансовым кризисом вот здесь. Одновременно с этим мы видим вот эту диаграмму вот здесь, которая сменяется с зеленых периодов на красные, потом с красных на зеленые, зеленых на красные и так далее. Эта диаграмма внизу показывает спред, то есть расхождение между двух и десятилетними казначейскими облигациями США. Формула простая. Доходность десятилетних облигаций минус доходность двухлетних. В самом низу графика мы видим график процентной ставки ФРС США и моменты, где ФРС США снижала эти ставки. Когда расхождение между десяти и двухлетними облигациями начинает расти, диаграмма начинает зеленеть. И мы видим, что в 2001 и в 2008 были моменты, когда диаграмма начинала переходить от красной к зеленой. Одновременно с этим ФРС США начинало снижение ставки, что приводило к большой волатильности на рынках минус 51% и минус 58%. Опять же, это происходило в рецессионный период. Еще одна важная кривая доходности – это доходность трехмесячных казначейских облигаций США. Здесь она обозначена розовой линией. Мы видим, что и в 2001 году вот здесь, и в 2008 году вот здесь. Она превосходила все остальные. Это была длительная и серьезная инверсия. Вот картина 2008 года поближе. Около 8 месяцев кривая доходности вот здесь была инвертирована. Она превосходила 10, 20 и 30 летние облигации. Кстати, вот эта красная линия вот здесь отмечает момент, когда ФРС США начинало снижение ставки. И затем мы видели разворот этой инверсии вот здесь, когда доходность трехмесячных облигаций упала ниже всех. В период разворота мы видели серьезную волатильность на рынке, когда мы то выросли, то упали, то выросли, то упали. Причем движения были очень масштабными. А затем наступил глобальный финансовый кризис. С глобальной точки зрения, в этот же момент рынки тоже испытали потрясение. Два примера. Медь упала на 18%, нефть упала на 20,5%. Что было в 2001 году? Приблизительно такая же картина. Много месяцев подряд доходность трехмесячных облигаций находилась выше всех вот здесь. Кстати, вот эта вертикальная линия, это линия, когда ФРС США начала снижение ставки. Затем начался разворот кривых доходностей и доходность трехмесячных облигаций обвалилась ниже всех. Рынок во время разворота, как обычно, испытал большую волатильность, а затем произошел крах доткомов. Что было с нефтью и медью тогда? Нефть упала на 27%, а медь на 13%. Смотря на эти факты, меня особо интересует то, что сейчас финансовые менеджеры рекордно шортят нефть. В частности, марки Brent. И как мы видим сегодня, нефть уже упала на 18%, а медь на 17%. При этом инверсия доходности готова к развороту вот здесь. Ситуация очень похожа. Кроме того, TLT, биржевой инвестфонд, который состоит из казначейских облигаций США, достигает новых исторических пиков. Как и золото. Традиционно эти два актива считаются безопасной зоной, в которой можно переждать шторм. Интересно, чего ждут эти ребята? Насколько снизят процентную ставку? 50 базисных пунктов – это страшная паника на рынке? Это динамика изменения ожиданий от действий ФРС США за последние 30 дней. И мы видим, что ожидания снижения на 50 базисных пунктов значительно растут. А ожидания снижения на 25 базисных пунктов значительно падают. Кроме этого, сенаторы и политики призывают ФРС США снизить ставку на 75 базисных пунктов. Люди говорят, что снижение ставки на 50 базисных пунктов вызовет настоящую панику и стокфляцию. Нет ни одного способа избежать стокфляции, если мы получим снижение на полпроцента. Вот что они пишут. Об этом говорит и Джейми Даймон из крупнейшего американского банка. Но есть ли в этом смысл? Посмотрите на сравнение этих двух графиков. Вот на что на самом деле нужно обратить свое внимание. Разница между процентной ставкой ФРС США и доходностью двухлетних облигаций говорит нам о том, что процентную ставку необходимо снизить на 150 базисных пунктов, чтобы снизить этот спред, этот разрыв до нуля. И этот разрыв продолжается так долго, что указывает нам на то, что политика ФРС остается слишком жесткой и слишком длительной. Если они снизят ставку на 25 базисных пунктов, они все равно будут значительно отставать. Снижение даже на 50 базисных пунктов все равно не поможет, так как разрыв будет составлять все равно больше 100 базисных пунктов. Разрыв между двухлетними облигациями и ставкой ФРС США показывает, насколько они опережают или отстают от сложившейся ситуации. И сейчас он сигнализирует о том, что ФРС США жесточайше опоздала со снижением ставки. Ей нужно было снижать ставку еще в июле 2024-го. Вот почему сенатор Элизабет Уоррен призывает Джерома Паула снизить ставку на 75 базисных пунктов, но по-хорошему ее нужно снизить на 150 базисных пунктов, ведь даже 75 не хватит. ФРС все равно останется отстающей от кривой доходности двухлетних облигаций. Именно поэтому лично для меня поведение Федеральной резервной системы США сейчас выглядит как контролируемый коллапс, рукотворный крах, искусственный финансовый кризис. Такое ощущение, что ФРС нужен кризис для того, чтобы полностью перезагрузить финансовую систему, так как последние пересмотры экономических данных подтверждают, что США уже находились в необъявленной рецессии с марта 2023 года. Чего только стоят пересмотры рынка труда, с которого только за один отчет, за один месяц внезапно исчезло 818 тысяч рабочих мест. Как мы и говорили, они пересмотрели 15 отчетов из последних 19, после чего рынок труда и потерял сотни тысяч рабочих мест. Все эти 15 из 19 последних месяцев оказались ложью. Кстати, о том, что борьба с этой рецессией происходит на фоновом режиме, говорят и данные о рекордном дефиците бюджета в 1,9 триллиона долларов. Естественно, они делают все для того, чтобы ВВП был позитивным, так как три негативных ВВП подряд это уже техническая рецессия. Но лучше избежать этой технической рецессии путем увеличения дефицита. И если они снизят ставку всего на 25 базисных пунктов завтра, я буду убежден, что это действительно рукотворный и контролируемый коллапс. Я буду уверен, что они специально и намеренно создают дефляционный шок. Дефляционный кризис и крах. Это на самом деле самый медвежий сценарий, который я вижу. Снижение ставки на 25 базисных пунктов, так как затем ФРС США будет вынуждена применять экстренные, буквально панические снижения ставки, чтобы сузить этот разрыв до нуля. Естественно, рынок воспримет это негативно. И сейчас рынок разделился на два лагеря. 50 базисных пунктов или 25. А это означает, что независимо от того, что сделает ФРС США завтра, значительная часть рынка будет расстроена. И это, в свою очередь, означает, что после принятия решения завтра мы будем ждать большой волатильности на рынке. Но, чем больше ФРС США сократит этот разрыв завтра, тем больше я буду говорить, что оказался неправ в вопросе контролируемого дефляционного краха. Если они снизят ставку на 75 базисных пунктов завтра, я признаю, что они оказались более зрелыми, чем я считал. И даже извинюсь перед ними. Это покажет, что они осознают реальность и то, насколько сильно отстали от нее. Насколько сильно они отстали, объясняет эта диаграмма. Как это обычно работает? Когда люди начинают брать больше кредитов, ФРС США повышает ставку, но с небольшой задержкой. Когда люди начинают брать меньше кредитов, ставка ФРС обычно начинает снижаться раньше, чем уменьшается количество кредитов. В этом цикле ситуация другая. Люди начали брать меньше кредитов еще до того, как ФРС США начала снижение ставки. Так что снижение на 25 базисных пунктов будет медвежьим признаком, так как ФРС США своими же руками приведет нас в дефляционный коллапс. Дефляция – это процесс противоположной инфляции. И об инфляционной причине снижения ставки нам тоже следует поговорить. Причины снижения процентной ставки ФРС США – снижение инфляции. Будет ли рецессия? Пока все отвлечены страхами о том, что ФРС США начнет снижение ставки из-за наступающей рецессии, поговорим о том, ради чего вообще поднимали ставку. Ради борьбы с рекордной инфляцией, спровоцированной печатью денег во время пандемии. Причем дешевых денег при низких процентных ставках, около нулевых. И так же, как рост инфляции является причиной для роста ставки, так и ее падение является причиной для снижения ставки. Обрати внимание на этот зеленый график вот здесь. Инфляция значительно снизилась после достижения вот этого пика. С радикальным снижением инфляции финансовые рынки начали рекордно ставить на то, что ФРС США снизит процентные ставки. По мере того, как инфляция продолжала падать, финансовые рынки все агрессивнее ставят на снижение ставки ФРС США. Поэтому мы и имеем этот самый сильный сигнал на этом индикаторе с 1962 года. И вот почему никакой рецессии в марте 2023 года не было. Помните, я просил запомнить эту дату в начале видео? Хотя мартовский сигнал и был на уровне вот этих четырех сигналов. Потому что причина возникновения вот этого сигнала была другой. Не ожиданием рецессии, а значительным снижением инфляции. Если мы приблизим этот график и наложим на него график инфляционных ожиданий, то увидим, что они совпадают практически на 100%. А значит, ожидания финансовых рынков продиктованы в основном падением инфляции, а не ожиданием рецессии или ожиданием свободного падения экономики. И это совсем не та же ситуация, когда подобные сигналы возникали прежде, в 70-х, 80-х, 2000-х и 2020-х. Вот то, что многие не замечают за криками о рецессии. И вот почему я гораздо более оптимистичен по отношению к биткоину, чем остальные. Потому что так или иначе, эта ситуация выгодна для меня в любом случае. Если это снижение ставки перед рецессией, то у нас будет хорошая возможность купить на просадках. А если это снижение ставки вызвано, как говорят финансовые рынки, ожиданиями низкой инфляции, то биткоин продолжит расти, не показав большого падения. То есть у нас будет выбор, либо мы повторим цикл 2016 года, когда после халвинга вот здесь у нас было большое падение, а затем только мы продолжили рост, либо мы повторяем путь 2020 года, когда мы просто будем очень долго торговаться в этом боковом движении, прежде чем начнем параболически расти. Почему мы полетели вот здесь? Потому что у нас было количественное смягчение от ФРС США. И это как раз то, к чему ФРС США приближается и сегодня. И первый шаг будет сделан уже на протяжении следующих 24 часов. Причины снижения процентной ставки ФРС США. Расходы по госдолгу превысили 1 триллион долларов, плюс дефицит. В итоге я не могу поверить в то, какой фон складывается вокруг биткоина. Уже 6 месяцев цена биткоина консолидируется около предыдущего исторического пика, а ФРС США готовится к началу цикла снижения процентной ставки и количественного смягчения. В то же время федеральное правительство США имеет дефицит в размере 1,9 триллиона долларов, что на 24%, а это почти на 400 миллиардов долларов, больше, чем в прошлом финансовом году. Также мы имеем гораздо больше ясности в области регулирования. Два из трех крупнейших управляющих активами в мире предлагают своим клиентам спотовые биткоины ETF BlackRock и Fidelity. И я знаю, что сегодня все ненавидят ETF, потому что вначале приток средств был хорошим, потом он замедлился, а теперь все думают, что Уолл-стрит все испортило, и BlackRock просто-напросто манипулирует ценами. Так-то оно так, но мы просто должны помнить, что все это требует времени, и это не может произойти за один месяц и даже за полгода. Когда мы смотрим на ликвидность, которая уже на подходе, благодаря количественному смягчению и всей этой долговой эмиссии в сочетании с тем фактом, что доступ к биткоину стал легче с появлением спотовых биткоин ETF, чем когда-либо, трудно не быть невероятно оптимистичным в течение следующих нескольких месяцев. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что на краткой или средней сроке, после первого снижения ставки, мы можем увидеть просадку на рынке. Для меня это большая возможность. Пока мейнстримные медиа говорят о том, что экстренное снижение ставки ФРС продиктовано ожиданием большой рецессии, я хочу обратить ваше внимание на еще один фактор – расходы по государственному долгу США. Процентные расходы федерального правительства буквально выходят из-под контроля из-за высоких процентных ставок, и так продолжаться не может. Правительство США впервые в этом году потратило более 1 триллиона долларов на выплату процентов по государственному долгу в размере 35,3 триллиона долларов. Им просто необходимо срочно снижать процентную ставку, потому что выплаты по долгу превосходят все мыслимые границы. Будет ли рецессия и при чем тут госдолг, дефицит бюджета и глобальная ликвидность? Но настоящий слон в комнате, который большинством инвесторам игнорируется, является дефицит федерального правительства. Мы уже видим еще больше дефицит, чем в прошлом году, и мы видим, что процентные расходы абсолютно взрываются в последний год, потому что им приходится пролонгировать этот долг США по более высоким процентным ставкам. И если мы посмотрим на историю процентных расходов федерального правительства, то увидим, что они абсолютно стремительно выросли с первого квартала 2022, когда они начали более активно выпускать долговые обязательства, и вынуждены были делать это по более высокой процентной ставке. Все это происходит потому, что ФРС США приходится бороться с инфляцией и держать ставку выше, чем рынок привык за последние 10 лет. Более того, прогнозируется дефицит бюджета на 2024 год в размере около 2 триллионов долларов, и учитывая, что он уже на отметке 1,9 триллиона, а до конца года еще остается более двух месяцев, мы можем превысить этот прогноз. Но если посмотреть на историю федерального дефицита и на то, как обычно он используется для вывода экономики из рецессии, тот факт, что федеральное правительство создает все больше и больше дефицита, говорит нам о том, что они пытаются удержать нас от рецессии, пока ФРС борется с инфляцией. И это еще одна причина, по которой я остаюсь быком по отношению к долгосрочному будущему биткоина. Потому что мы знаем, что долг может быть монетизирован. Посмотрите на этот график. Это соотношение между госдолгом США и денежной массой США М2 за последние 70 плюс-минус лет. Я немного увеличил масштаб вот здесь, чтобы было проще понять. Обратите внимание на то, как резко вырос государственный долг благодаря росту процентных расходов, а денежная масса М2 наоборот снизилась. Но уже постепенно начинает расти. Вот здесь мы видим небольшой разворот. Причина отставания денежной массы М2 заключается в количественном ужесточении и высоких процентных ставках. Эту политику ужесточения ФРС проводит с начала 2022-го, повышая ставки и продавая активы со своего баланса. Это называется количественное ужесточение. Но есть процесс обратный. Количественное смягчение – это когда ФРС США наоборот выкупает финансовые активы, обычно это государственные облигации, и добавляет их в свой баланс, что увеличивает денежную массу в экономике и на рынке. А количественное ужесточение – это прямо противоположные действия, когда ФРС продает свой баланс, продает активы, тем самым уменьшая денежную массу в экономике и на рынке. Вот почему мы видим такую взаимосвязь. Между государственным долгом США и такими рынками, как S&P 500, тоже существует связь. В конечном итоге этот долг монетизируется, что увеличивает денежную массу на рынке. И это приводит к обесцениванию доллара и к росту цен на рисковые активы, которые оцениваются в долларах США. Вот почему мы видим очень четкую корреляцию между биткоином, S&P 500 и другими рисковыми активами и глобальной ликвидностью. Поэтому главное, на что я буду обращать свое внимание на предстоящем заседании ФРС США, помимо того, насколько сильно они хотят сократить процентную ставку, это то, собираются ли они официально вернуться к количественному смягчению после проведения количественного ужесточения на протяжении последних двух лет. Я знаю, что сейчас все говорят об этом графике, что снижение ставки в прошлом вызывало крах рынка. Но опять же это только в том случае, если оно сопровождалось рецессией. Да, в 2008 и 2001 ФРС США слишком долго тянуло со снижением процентных ставок и не проводило количественного смягчения и не принимало других мер, чтобы удержать экономику от рецессии. И тогда не было правительства с его рекордными огромными дефицитами, которые оно создавало, чтобы удержать экономику от рецессии. Однако сейчас мы это видим. Мы видим, что они пытаются все это время удержать экономику от рецессии. Все эти два года, пока ФРС США боролась с инфляцией, незаметно для нас. Сегодня у нас это есть. Кроме этого, мы не видим трех негативных ВВП подряд. А именно три негативных отчета про рост ВВП за каждый квартал и обозначают техническую рецессию. Если мы посмотрим на прогнозы ФРС Атланты, то они по-прежнему ожидают, что мы останемся на уровне 2,5% роста ВВП. Вот ради чего они увеличивали этот дефицит бюджета. Ради того, чтобы не допустить рецессии, чтобы обеспечить рост ВВП на 2,5% каждый квартал. Поэтому, если ФРС США завтра объявит о том, что собирается вернуться к количественному смягчению и наполнить рынок дешевыми долларами при около нулевой процентной ставке, на длинной дистанции это приведет к снижению индекса доллара. А это, как мы знаем, невероятно благоприятно для биткоина, потому что слабый доллар и девальвирующий доллар – это основное топливо для главной криптовалюты. Именно это в прошлом приводило к взрыву цен, а также вызывало масштабные альткоин-сезоны в 2017 году и 2021. Но на этот раз у нас есть нормативная ясность и для биткоина, и для эфириума в виде спотовых ETF для биткоина и эфириума от BlackRock, Fidelity и других. Итак, ближайшие 24 часа определят судьбу миллионов людей. Все внимание будет приковано к заседанию FMC, которое состоится в среду 18 сентября в 2 часа дня по восточному времени, и к решению по процентной ставке ФРС США. Но еще важнее для нас узнать, вернется ли Федеральная резервная система к количественному смягчению, к увеличению своего баланса и к росту денежной массы, или же ФРС США будет продолжать держать свой баланс на одном уровне какое-то время и пока не вернется к смягчению. От этого зависит буквально все на кратко и средние сроки. Поэтому я обязательно буду следить за этим, и по мере появления новой информации буду освещать ее на этом канале. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и мы с вами увидимся в новых роликах. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok